Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на канале Токсикул. ФБР на связи, как видите, я вещаюсь с города Харькова, коренной житель, поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на канал в поддержку харьковчанинга. Готовьте чаюху, ляля кебаб, и мы стартуем. Реди, садигов, погнали! Сегодня, ребятки, у нас непростая ситуация, поэтому рекомендую досмотреть видео от начала до конца и обязательно написать свой комментарий по этому поводу. Ребята, всем привет! Всех приветствую на своем канальчике поближе. Сегодня у нас непростая ситуация. Ой, ребят, очень непростая ситуация, потому что вы знаете, наверное, сколько людей погибло. Погибло очень много людей, уже больше 20 человек погибло в городе Одессе, город-герой Одессы, ребят, больше 20 человек погибло. И у нас, ребят, у нас очень много подписчиков оттуда. И еще ни один подписчик не написал в комментариях, ребят. И, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы там, живы, здоровы, все ли с вами в порядке. Потому что вы до сих пор не отзывались, а у нас очень много, ребят, подписчиков в Одессе. Напишите в комментариях, ребят, как вы там. Вот у нас один подписчик уехал с моего района, с района ХТЗ, с Харькова, уехал в Одессу. Надеюсь, братишка, ты жив, здоров, все с тобой в порядке. Отзовись в комментариях, заходи на прямую трансляцию. Пообщаемся, ребят, заходите обязательно. Сегодня будет у нас прямая трансляция вечером, где можно пообщаться вживую. Очень переживаю, ребят, за вас, за всех там. Повставляю вам вот здесь вот фотографии. Там просто страшное, что произошло. Просто страшное, ребят. Просто ужас на самом деле. Сегодня у нас прощенное воскресенье. Сегодня последний день Масленицы. И в этот день я хочу попросить прежде всего у вас у всех прощения. Простите меня, ребят, если я где-то что-то сказал неправильно, или не так, как хотелось бы вам. Либо же что-то не так сделал. От чистого сердца, от глубины души. Искренне прошу у вас у всех прощения. И вы, ребят, в свою очередь, тоже попросите прощения у всех своих друзей, знакомых и товарищей. Потому что сейчас такое время, как говорится, чтобы не было поздно. Пока живы ваши. Родственники, товарищи, друзья. Сейчас так все меняется, ребят. Нужно это обязательно сделать. Потому что может настать такой день, когда просто-напросто человек может не успеть этого сделать. В силу тех или иных причин, ребят. Сейчас происходит просто страшное. Многие на этой почве, ребят, на почве того, что происходит, ругаются, ссорятся. Принимают разные решения, которые, собственно, разнятся. У одних это правильно, у других это неправильно. И на этой почве тоже ссорятся. Многие, многие, ребят. Я вам рассказывал уже. Трошки приболел, сори, ребят. Я вам рассказывал, ребят, уже. Поуезжали, побросали здесь своих матерей, отцов, родителей, дедушек, бабушек. Просто на призволящее. Поуезжали люди, побросали и все. И они даже не звонят, даже не спрашивают. Я сам вот такой пенсионерке помогаю, ребят. Уехала ее дочка, уехали ее родственники. Даже не позвонят, ребят. Даже не позвонят. Понимаете? Даже не позвонят, не спросят. Как ты там, мама? Жива ты? Здорова? Притом уехали еще в самом начале, ребят. Это просто вот эти ссоры. Неужели они стоят этого, ребят? Напишите в комментариях, чтобы не общаться с родной матерью. Неужели они этого стоят? Я в свою очередь тоже, мамы, попрошу прощения сегодня. Обязательно. Ведь может где-то я не так как-то посмотрел, не так сказал, не то что-то сделал. Все мы, как говорится, люди, ребят, не идеальны. У них не идеальны. Я вам всегда говорил, ребят, я себя не считаю ни умным, ни каким-то там сверхъестественным и так далее и тому подобное. Я обычный, как говорится, сельской пацан, который могу где-то что-то ляпнуть не так языком, что-то не так сделать. И много у меня было таких поступков, о которых я жалел потом всю свою жизнь, что я не так как-то поступил, не так как-то сказал. Самое главное хочу вам сказать от себя, ребят. Спешите жить, спешите жить. И даже если вы считаете, что вы правы на сто процентов, попросите прощения у человека. Попросите прощения у человека. И если вам этот человек нужен, если вам этот человек нужен, тоже попросите у него прощения. Если вот, знаете как? В каком плане нужен? Если вы не можете переступить, переступить через себя, переступить через себя, да, через свою гордыню, а вы просто хотите общаться с этим человеком, вы скучаете, вот тогда переступите, ребят, обязательно через свою гордыню, через свою гордость. Гордыня это смертный грех. Погуглите, посмотрите, почитайте Библию, почитайте смертные грехи, ребят. Я сам, честно, я не люблю гордых людей и сам не являюсь гордым человеком. Если нужно попросить прощения, я всегда попрошу прощения у человека, всегда. Поэтому, ребят, все, кто меня смотрит и все, кто даже не смотрит, ребят, кого я где-то как-то обидел, если я что-то как-то сказал не так, простите меня, пожалуйста. И пусть в вашем сердце всегда будет тепло и уютно, и, как говорится, Бог есть, Он внутри тебя. Знаете, как в той песне, как бы это ни звучало. Богу вам в сердце, ребят, и пусть ваш ангел-хранитель хранит вас. Будьте добрее, и пусть у вас будет просто все хорошо. Вот так, ребят. Погодка, ребят. Вот такая у нас дождик пасмурно, капает с крыши и такой моросит мелкий-мелкий дождь. Где Живсуня? Я его, кстати, сегодня с утра, ребят, кормил, что-то он плохо так покушал. Вот и он, бандитович. Спрятался, Зевсунь. Ты спрятался, Зевсунька, привет. Ты мокренький. Ты, чтобы не мокнуть в будочку, да? В будочку спрятался. Мой ты ласковый. Сегодня хоть тихая ночь была, да? Не было столько взрывов. Мой ты, малыш, не было столько прилетов. Но ты что-то подскуливаешь, что-то ты... Косточки, наверное, крутят, да, Зевсунь? Косточки крутят. Шарик, он тоже пришел. Да, мой ты бедненький. Жалел. Жалел тебя, Саша. Жалеет. Прости меня, Зевсунька, если я тебя обидел когда-то. Прости меня. Прости, Зевсунька, прости, пожалуйста, Сашу засранца. Саша может ляпнуть. Иной раз что-то не то или что-то еще. Может, когда-то косточку тебе невкусную дал. О, нет, Саша такого не делал. Или ты меня не прощаешь? Не делал Саша такого, да? Саша у тебя умничка, хороший, да? Такая-то, солома у тебя выпадает. Настоящий сельский хлопец на сеновале, да? Девки только не хватает. Девки только не хватает на сеновале. Да, Зевсунька? Девчонку надо на сеновале только. Ой, ты маленькие мордочки такие хорошие. Ой, и манюсенькие сынульки, барабульки. Ты сынулька, Саша, да? Ты маленький сынулька. Пойдем. Вон, джевелина уже пришла. Да, Зевсунь? Окучивает. Окучивает. Пойдем, пустим их. Зевсунька, пойдем, пустим. И я тебе вкусняшку дам. Боим, где тоже холодно. Заходи. Ребятки мои хорошие, жарятся блинчики, вот такая красота. Да, видите, Санечек, что вытворяет. Ваш волшебник. Светские львицы уже бегут толпами просто. Коломпоцал. Многие вы у меня спрашивали, Саша. Готовлю, конечно, и себе, и маме. Еще и угощаю соседей. Ребятки перевернул, такая красота получается. Тут еще яички варятся рядом у меня. Зевсу кашка сейчас будет вариться. Так, ребятки, сыроводка вот у меня со стрима осталась. Блинчик вот такой звычайный. Какой красавец, видите? Тут еще зеленушечку я добавлял, вы, наверное, поняли, да, приправа? Тут сыроводка в самих блинчиках, плюс еще так. Люблю сыворотку, ребят. Люблю айран, кефир. Вкусная пища. Всем приятного аппетита, кто кушает. За ваше здоровье. Смакал-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, страховка, залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду ТОКСИКУЛ-21, вашу тачку. А САГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok